Добрый вечер! Пришло время обсудить очередное домашнее задание. Наш сегодняшний урок посвящен сослагательному наклонению в греческом языке. Как всегда напоминаю, что данное видео вы можете просматривать только после того, как самостоятельно поработали над домашним заданием, сделали максимум того, на что вы способны, мы отправились в домашнее задание на проверку, для того, чтобы вам отметили, где у вас трудности, что у вас неправильно, и только после этого, для того, чтобы лучше разобраться в тех предложениях, которые вы уже переводили, и для того, чтобы иметь возможность еще раз поразмышлять о греческом языке, вы можете и должны просматривать это видео. Итак, приступим. В этом мы знаем, что познали его. Познали, знаем глагол настоящего времени от Геновского. Познали, это перфект от того же самого глагола Геновского. У него в настоящем времени есть суффикс «ска», который отсутствует в других временах, и корень трансформируется в некое «гино», но в других временах у него корень «гно», и очень хорошо узнаваем этот корень. В частности, вот в перфекте видите корень «гно», так как начинается он с группы согласных, то вместо удвоения здесь добавляется «эпсилон», нормальный перфектный суффикс «ка», и поэтому получается такая форма «эгно камен». Итак, в этом мы знаем, что мы познали его, Иоанн «если». И союз Иоанн требует после себя сослагательного наклонения. Так что встретили Иоанн, сразу же ждем сослагательное наклонение. «Если заповедь его – терромен». И вот, наконец, глагол сослагательного наклонения после Иоанн. Глагол «терео» – «эпсилон слитный». Если бы была здесь форма изъявительного наклонения, то эпсилона снова слилась бы с омикрон соединительной гласной, дал бы здесь в тонг «у», но вместо этого мы увидим удлиненную соединительную гласную, не омикрон, а омику, которая здесь все и съела. Вот по этой удлиненной соединительной гласной «о» мы понимаем, что у нас сослагательное наклонение, ну и по Иоанн, да, оно вполне ожидаемое, после Иоанн другого и не бывает. В этом мы знаем, что мы познали его, «если заповеди его соблюдаем». Ну, собственно, именно в соблюдении заповедей и содержится наше знание о том, что мы познали его. Так что выражение «эн тута» в этом как раз указывает вперед на предложение «сиян», которое фактически его расшифровывает. Истинно я говорил вам. Теперь смотрите конструкция «хос», «ан» плюс глагол в сослагательном наклонении. Ну, здесь еще с отрицательной частицей «мэм», это стандартная частица, отрицательная при глаголах в сослагательном наклонении, но «хос» плюс «ан» плюс «аорис» сослагательного наклонения. А почему аорис сослагательного наклонения? Глагол «дэхомай», корень «дэх», к которому добавляется сигма, образующая временем в сослагательном наклонении аориста, и «хс» дают «кси». А после этого идет обычное удлиненное соединительное гласное и обычное первичное окончание «тай». И в аористе, и в настоящем времени наборы соединительных гласных окончаний они одни и те же, поэтому легко узнаваемы, легко запоминаемы. Естественно, никакого приращения за пределами издительного наклонения, в том числе и в сослагательном наклонении, нет. Конструкция «хос» «ан» плюс сослагательное наклонение переводится либо «кто бы не», либо «всякий кто», либо в большинстве случаев, чтобы этими «бы не» загромождать перевод, переводится просто «кто». Истинно говорю вам, кто примет царство Бога как дитя, ну, кто не примет, прошу прощения, кто не примет царство Бога как дитя, и у нас еще одна конструкция «у» плюс «м» плюс аористь сослагательного наклонения. У нас сослагательное наклонение от глагола «эйса хомай», у этого глагола в разных временах разные корни, в частности, в овосте у него корень «элт», а в изъявительном наклонении здесь было бы «это», но за счет превращения, а так «эпсилон», поэтому приставка, корень и удлиненное соединительное гласное, из-за которого от окончания, видите, осталась одна только подписная «йод». «У» плюс «м» — это «не-не», то есть не двойное «не», а это категоричное отрицание в греческом языке точно не войдет в него. «Истинно говорю вам, кто не примет царство Бога как дитя, точно не войдет в него». Да, пусть вас не смущает, что мы перевели сослагательное наклонение будущим временем, это нормальный, типичный еще перевод, просто вот эта вся конструкция, неопределенное относительное предаточное предложение, она диктует нам такой перевод. Вот с кем бы ни случилось, когда бы ни, в русском языке это хорошо передается конструкцией с будущим временем. Так что для вхождения в царство Божие точно нужно принять его как дитя. Здесь, кстати, много разных идей возникает, а что это значит принимать как дитя, просто чуть-чуть такой фоновой информации, которую наверняка нужно знать. Вот современное умилительное отношение к детям, современный принцип, все лучшее детям и так далее, он был незнаком первому веку, дети не слишком сильно ценились, пока ты не вырос, пока ты не начал приносить какую-то пользу, ты практически никто. И если и живешь, то живешь просто потому, что к тебе проявляют милость. И вот это вот униженное, уничиженное положение детей, оно очень важно для понимания различных текстов, когда дети приводятся и как пример, и как источник реакции и так далее. Поэтому вот здесь вот это такое вот смиренное принятие, наверное, достаточно важное составляющее того, что связано с тем, как мы попадаем в царство. Хорошо, ну чуть-чуть отлетись. И вот здесь третье предложение. Эрота аутон, хинато даймонион, экбалы эктес, туготерос аутес. Эрота – это имперфект от глагола эротао. Эпсилон длинилось в эту. Эротао – альфа-слитный глагол. И вот это вот альфа съедают эпсилон третьего лица единственного числа. Но формула третьего лица единственного числа, вот она, эрота. Поэтому, ну, мы могли перевести «он просил» или «спрашивал». Но если мы дочитываем предложение до конца, ну, когда-то мы это дочитаем, то вот по этому местоимению аутес мы пойдем в нем, что главный герой этого предложения женщина, ну, и, соответственно, учтем при переводе этого слова. Итак, она просила его, чтобы. И хинна, конечно же, у нас требует после себя сослагательного наклонения, так что ищем глагол сослагательного наклонения. Беса экбалы. Экбалы – вот он, глагол нашелся. Бал – корень с одной лямбдой, мы понимаем, что это аорист. В настоящем времени лямбды было две. Аорист – сослагательное наклонение, при вращении никакого нет. Есть приставка «эк», никакого приращения, корень бал аористный и «э», опять-таки, видите, как и вот здесь, удлиненное сочинительное гласное, и он, подписная йота, оставшаяся от окончания третьего лица единственного числа. «Чтобы беса он изгнал из дочери ее». Поэтому, либо такой перевод, она просила его, чтобы беса он изгнал из дочери его, либо, можно перевести инфинитимбу, она просила беса изгнать из дочери ее. Конструкция из хинна, да, вот, плюсослагательное наклонение, конечно же, иногда просто переводится инфинитивами. Да, иногда после «чтобы» ставится инфинитив, иногда даже вообще она просила беса изгнать, тоже нормальный, вполне хороший перевод. Вот, ну, для учебного перевода давайте все-таки слова сохраним, она просила его, чтобы беса он изгнал из дочери его. А хинна, как видите, выражает не только цель, но и содержимое просьбы. Вообще, хинна в значении содержимого достаточно распространенная, хотя чуть более редкая, чем цель употребления. Четвертое предложение. Хаутеде эстин хэ, айонил зэ, хинна геноскуусин, сэ тон монон альтинон, теон, кай хон эпистелас и сон христон. И сон христон. Это же есть вечная жизнь. Да, обратите внимание, прилагательная айониус, оно такое немного необычное прилагательное, у него и мужской, и женский род склоняются совершенно одинаково. И вот это вот окончание ос, можно не понять, почему здесь такое окончание, просто потому, что у него форма женского рода совпадает с формой мужского рода. Но оно оказывается, видите, между артиклем женского рода и словом женского рода, и мы понимаем, что айониус является определением к слову зэ. Когда мы его изучали, мы про это говорили, оно могло подзабыться. Так что это есть вечная жизнь. А теперь хинна еще раз выражает некое содержимое. То есть, а именно, да, в чем заключается вечная жизнь, чтобы, после хинна мы, конечно же, ожидаем сослагательное наклонение, геноскусин, они знали. И, видите, вот это вот О, вместо дифтонга У в третьем лице, в единственном числе, удлиненное соединительное гласное О, чтобы они знали тебя, одного истинного Бога и, вот такое небольшое предаточное предложение, которого ты послал Иисуса Христа. Апестелас – это обычный аорис изъявительного наклонения от глагола апостеллу. Корень стейл от стеллу. В настоящем времени было два лямбда, здесь лямбда одна и небольшое изменение согласной в корне. Э – приращение, а приставка э – приращение, стелл – корень, так как глагол сонорный, то есть заканчивается на согласную, которую можно тянуть, то у сонорных глаголов в сигме мы в образующей времени нет, и есть только альфа – это аорисное образующие времени, которое вот здесь мы и видим. Ну и э – да, второе лицо, единственное число, которого ты послал Иисуса Христа. Здесь, наверное, по-разному можно переводить, но вот если я правильно помню, вам в сморске советуют добавить что-то типа «а именно», чтобы как-то подчеркнуть вот это вот значение Хи – хинно выражающего содержимое. Это же есть вечная жизнь, а именно, чтобы они веровали, чтобы они знали тебя, единого истинного Бога, и которого ты послал Иисуса Христа. Ну и того, которого ты послал Иисуса Христа. Может быть, того вот тут для богозвучия лучше вставить. А пятое – кайпанте хоса ан айтесете энте поселха пистылом тес лэмпсисте. Еще раз у нас та же самая конструкция, относительное местоимение плюс ан плюс глагол, видите, в аористе со слагательного наклонения. В данном случае у нас средний род, множественное число. Да, вот, ну, конечно, видите, хос ан здесь был мужской единственное, здесь хоса средний множественное, к тому же венительный падеж, но смысл конструкции не изменяется. Да, только там было кто, всякий кто, кто бы ни, а здесь что, там что бы ни. Поэтому и все, чего бы вы не попросили, или может быть, очень просто. И все, что вы попросите, в данном случае это дополнение глагола, подлежащее вы, видите, т, второе лицо, единственное число. глагол со слагательного наклонения, от айтео в аористе айте, видите, основа, а сигма, образующее времени, удлиненное средительное гласное и личное окончание. И все, что вы попросите в молитве, пистео он тес, это причастие от пистео, видите, пистео, основа, о, соединительное гласное, нт, стандартный причастный суффикс, с, падежное окончание. Причастие у нас в данном случае стоит в именительном падеже, в множественном числе, согласуется с подлежащим, не имеет артикля, поэтому мы легко можем его перевести и причастием. Веру я. И теперь у нас глагол лампсестэ. Это будущее время от глагола ламбану. У него основа ламб. Ан суффикс добавляется только в настоящем времени. Когда к б добавляется сигма, преобразование будущего получается пси, поэтому ламб превращается в лэмбс. Ну и такая небольшая вариация гласной в основе. Ну и среднее окончание в данном случае. Вот этот сдвиг многих глаголов в среднюю форму, мы уже не раз про это говорили, очень типичен для греческого языка, когда вот образуется будущее время. Так что все вместе и все что попросите в молитве, веру я, получите. Можно оставить так для дальнейшего, может быть более толковательного и красивого перевода. Можно отметить, что вот это вот веруя фактически описывает условия получения. То есть подразумевается, если верите, то получите. И на последнем уроке, посвященном причастии, мы с вами обсуждали, что да, иногда вот причастие можно переводить с помощью конструкций, там где-то условных типа если, так же как и ряда других конструкций, поэтому в литературных переводах, конечно, будет. Если верите, получите. Шестое. После этого он говорит ученикам. Агумен. У нас в данном случае глагол сослагательного наклонения, ну аго в сослагательном наклонении. Почему? Видите, аг и удлиненное соединительное гласное о. Поэтому аго в изъявительном мы бы ожидали в первом множественном с омикрон, а здесь у нас с омегой. А нет никаких ян, никаких хина, никаких там хост, никаких еще конструкций, просто видите, сам по себе совершенно независимо стоит глагол в сослагательном наклонении. Это глагол первого лица. Первое лицо сослагательного наклонения употребляется в независимых конструкциях, вот как здесь специфичным образом. Это призыв к себе и другим, давайте что-нибудь сделаем. В данном случае от глагола аго, учитывая одного из его значений идти, пойдем в иудею опять. После этого он говорит ученикам, пойдемте в иудею опять. Вот этот призыв давайте сделаем, пойдемте, нормально выражается стандартно в греческом языке со слагательным наклонением первого лица. Седьмое предложение. Ну пока давайте до сюда. «Ибо так возлюбил аурист от Агапау, превращение альфа в это превратилось в сигма, видите, добавилось, возлюбил бог мир. Хоста, что сына единородного отдал, хина, чтобы…» И после хина мы будем где-то ожидать сослагательное наклонение. Ну не обязательно прям следующее слово, потому что «хина пасхопистеон», следующее глагольное слово у нас оказалось причастием. Ну, к тому же субстантивировано и по артиклю мы это обнимаем. «Всякий верующий причастие, именительный падеж, единственное число, вот характернейшее окончание он, в данном случае причастие с артиклем, поэтому это аддиктивное причастие, к тому же субстантивированное, то есть играющий роль существительного, всякий верующий в него не погиб…» Кстати, вот это глагол, конечно, в сослагательном наклонении «чтобы не погиб». Видите, вот хина… после хина сослагательного наклонения мы это говорим, но это не просто вот бах любое слово в сослагательном наклонении, а то как раз слово, которое с хина по смыслу связано. «Чтобы не погиб», слово в сослагательном наклонении, мы его форму не обсуждаем, оно вам переведено, но есть другое слово «но» «имел», «чтобы имел», да? И вот это тоже слово в сослагательном наклонении, это эхо-глагол, признаки сослагательного наклонения, помимо того, что у нас в предложении есть хина, это удлиненное соединительное гласное, да? И вот видите, окончание «эй» было поглощено, и вот одна только вот эта подписная «йота» осталась. «Имел», «зэн», «айониун», «жизнь вечную». Да, еще раз мы это слово «айониус» встретили, опять видите, вот может быть немного непривычное вам окончание. И вторая часть предложения «угар апистелен», «хотеостон хион эйстон косман», «хина кренетон косман», «алахина сутехо космос ди аутон». «Ибо не послал». А здесь апостелла, глагол Ваористи, изъявительное уклонение, мы эту форму уже обсуждали, просто мы там обсуждали форму второго лица, единственного числа, вот здесь третья, единственная, поэтому не альфа, а эпсилон. Ну да, вот у Ваористи там везде альфа во всех формах, кроме третьего, единственного, где она меняется на эпсилон. «Приращение и многоизменившаяся основа, отсутствие как у сонорного сигмы, вот это эпсилон. Ибо не послал Бог сына в мир, чтобы хина, еще одна, крене». Крене, опять мы видим глагол сослагательного наклонения, до настоящего времени, после хина сослагательного наклонения ожидаемое, вот это вот окончание, которое, я надеюсь, уже становится вам привычно, видите, оно все время, все время встречается. Собственно, как мы учим греческий язык, у нас две составляющие. Во-первых, да, мы вот залучиваем форму, понимаем логику и так далее, а во-вторых, вот это «э» здесь встретили, «э» здесь встретили, и там еще несколько раз вот здесь его встретили, там вот здесь встретили и так далее. То есть мы все время, все время вот в реальных текстах встречаем, встречаем, встречаем какую-то форму, и она при многократных встречах уже становится нам совершенно знакомой, и со временем мы автоматически ее распознаем. Ну, пока, да, вот пока отмечаем это удлинившееся соединительное гласное, «эй», «эй», после которой стояла, «э» слилась и осталась подписана ее там. Чтобы он судил мир, ну, или чтобы судить мир, так как это совпадает с подлежащим, но, чтобы. Соте. Это аорист сослагательного наклонения, страдательного залога от Сотзо. Ну, СО – это то, что чаще всего в разных временах остается от основы глагола Сотзо. Иногда здесь все-таки вторая согласная появляется, иногда пропадает, к этому нужно привыкнуть. И даже вариация есть в одном и том же времени, и так, и так может быть. Ну, вот здесь просто корень СО, плюс суффикс Т, показывающий, что мы имеем дело со страдательным залогом аориста. И опять-таки привычное уже нам окончание, но, чтобы был спасен мир через него. Ибо так возлюбил Бог мир, что Сына Единородного отдал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына в мир, чтобы Он судил мир, но чтобы был спасен мир через Него. Восьмое предложение. Кай эзетун хой архиэрейс, кай хой грамотэйс пос аутом апоктээнусин. И искали имперфект от глагола ЗТО, Э, приращение, указывающий на прошедшее время, помните, например, ЗТУ, основа никак не изменилась, как у ЗТО была, так и осталась, поэтому мы понимаем, что это имперфектно, не аорист. Например, это эпсилон слитный глагол, поэтому эпсилон основы и омикрон, соединенная гласная, здесь слились и дали дифтонку, поэтому Э, ЗТУН, и искали. Но имперфект подчеркивает, что это вот какое-то время длилось. То есть вот они занимались поисками и искали. Первосвященники и книжники, как его апоктэйносин. Атапоктэйно, сослагательное наклонение, видите, О, долго удлинившееся соединительное гласное. Почему сослагательное наклонение... Да, убить, да, как его убить? Почему сослагательное наклонение в данном случае? Сослагательное наклонение типично для вопросов. Когда размышляют о чем-то, то довольно часто в сослагательном наклонении вот это, как бы так его убить? Убить, да, здесь хотя и такой косвенный вопрос они искали, как бы убить, но несмотря на то, что вопрос косвенный, видите, все равно вопрос вопросительный, есть сослагательное наклонение в тексте появляется. Так что, да, мы говорили, сослагательное наклонение появляется в вопросах, но вот тут надо уточнить, и в косвенных вопросах, в том числе. Девятый. Если мёртвые не воскресают, не воскрешаются, эгейро, видите, онтай, окончание, в настоящее время среднестрадательное окончание, и в данном случае вот мёртвые подвергаются воскресению, если мёртвые не воскресают, не воскрешаются, и так и так можно перевести. Ну, если... Теперь дальше. Фагумен. Фагумен – это сослагательное наклонение аориста от глагола эстио. Эстио в настоящее время, но в аористе у этого глагола корень фаг. Глагол с несколькими корнями имеет, значение есть. Естественно, нет никакого превращения в сослагательное наклонение, и вот удлинённое соединительное гласное с личным окончанием тоже очень-очень типично. Теперь слово совершенно независимо стоит, никаких союзов нет, никаких вопросов нет, никаких вот других специальных конструкций, но это первое лицо, и первое лицо сослагательного наклонения, мы уже это обсуждали, имеет значение, давайте-ка что-нибудь сделаем. Давайте есть и пить. Ну, пиомен, да, и от глагола пина ещё одна форма аориста сослагательного наклонения, да, вот пи, то, что осталось от пина, которое было в настоящем имени, чуть-чуть по изменившемуся корню, мы понимаем, что это аорист. В данном случае это второй аорист, то есть тот, который без сигма, так же, как и здесь второй аорист без сигма. Ну, почему? Потому что корень меняется, никакая сигма для распознавания э не нужна. Так что давайте есть и пить, ну, даже не как процесс, а как факт, помните, что всё-таки мы с аористом имеем дело, поэтому вот этого и может описывать и многократное, и длительное, и какое угодно действие, просто вот само по себе действие важно. Почему? Ибо завтра формально, да, глагол тоже настоящего времени, а умираем. Обычный глагол изъявительного наклонения с настоящего времени. Многие переводят умрём, но почему стоит настоящее время? Настоящее время в греческом языке, когда по контексту ясно, что точно ясно, что речь идёт о будущем, подчеркивает близость и неизбежность наступления этого будущего. Поэтому если мёртвые не воскишаются, давайте есть и пить, или будем есть и пить, ибо завтра точно умрём. Десятое предложение, достаточно длинное, давайте мы как-то так порциям. Хой потарас хумом, эфагон энте эрэмо то манна, кай опетанон. Хутус эстин хо артус, эк ту урану катабайном, хина тис экс ауту фаге, кайме опортана. До точки. А цэ, ваше, ели, фаг, видите корень, эстиофаг, аорист нормальный изъявительного наклонения от глагола эстио, там ели-съели, важен факт поедания, ели в пустыне манну, и опетанон, умерли, аорист тоже нормальный от глагола апотнеско. Да, вот мы видели, как этот апотнеско глагол выглядит в настоящем времени. Вот это апо приставка, тэнэ, корень, эскатипичничный, суффикс настоящего времени, помните апотнеско, геноско, хауриско, то есть эскат, довольно распространенный суффикс именно настоящего времени, в других именах он не пропадает. Вот это остается корень тан, ну там чуть-чуть он варьируется, но все равно, апо приставка эпериачи нет, а он корень он, конечно же, это второй аорист безо всяких сигн, так как корень так сильно меняется, и умерли. Отцы ваши ели съели манну, в пустыне манну и умерли, ну, ели, наверное, чтобы мы уже как-то говорили, не произошло при переводе впечатление, что отравились. Этот есть хлеб, теперь, теперь видите, артикль, а он потом причастие, к которому это артикль относится, а тут еще зависимые слова, ну, надо привыкнуть к греческому, довольно распространенная конструкция, причастие какое? катабайнон, а катабайнон с настоящего времени причастие, видите, типичнейшее окончание, он сходящий с неба, с неба сходящий, хин, чтобы, раз появилась хин, нажди со слагательного наклонения, чтобы кто-то, кто-нибудь, некто, от него съел, видите, корень фаг, нам уже знакомый, но теперь без приращения, потому что это со слагательное наклонение, и видите, вот типичнейшее эдос, подписанное, то есть, чтобы некто от него съел и не умер, и теперь у нас еще и глагол апатнеско тоже в аоресте, и тоже в сослагательном наклонении, потому что все после того, той же самой хеина, чтобы не умер, нам э, еще и подчеркивает, что сослагательное наклонение, видите, как было в изъявительном наклонении, ап, э, приращение, тан, он, а тут апо, нормальная приставка, никакого приращения нет, тан, тот же самый корень, и э, с подписной йотой, типичнее для сослагательного наклонения. Это есть хлеб, с неба сходящий, чтобы кто-то, кто-нибудь, кто угодно от него съел и не умер, ну, или ел, не умирал, потому что это все-таки съел, не умер, ел, не умирал, это аорист, тут важен факт, и мы потом смотрим, какое звучание лучше всего будет в контексте. «Эгоэйми, хоэкту, хоэкту, урано, катабас, и антис, фагээк, тутоту, арту, зэсэээй, стон, айонила». Ну, давайте пока здесь остановимся, тут длинно будет. «Я есть», «Эгоэйми», такой очень яркий, очень, ну, во-первых, «Эгоэйми», конечно, вообще очень важная фраза, где-то сразу многим напоминающая «Эгоэйми, хоон», «Я есть им сущий» из книги «Исход», и «Эгоэми» очень важная фраза для Евангелия Тана, и он все время рассказывает, как Иисус говорит «Эгоэйми», там, «Я есть», «Хлеб». К тому же, так как «Эйми» уже «Я есть», то «Эго» еще усилительное, да. «Я есть», да, «Я есть хлеб», зон «живой», это причастие от глагола «зао», вот это «он», типичное причастное окончание, здесь видно, но от «зао», да, в результате слияния мало чего и осталось. Слово «живой» в греческом языке не используется, вместо него используется причастие от глагола «зал жить», «хлеб живой», «хо» и вот этот артикль относится вот к этому «катабас», «катабас» это аорисное причастие от глагола «катабайно», вот видите, было причастие «настоящего времени», и вот это был суффикс «ин» «настоящего времени», а тут просто «ба» осталось и к нему добавилось окончание, ну, так и понятно, что там еще должен быть и суффикс «нт», раз это причастие и окончание «сигма», которое этот суффикс «нт» съело, и вот одно, это только «ас» и осталось. С неба сошедший, если кто, так, кто-нибудь фагосъест, от, ну, мы с вами уже обсуждали, это аорист, со слагательного наклонения от глагола «эстио», там бы у нас был после «хин», а теперь после «я». если кто-нибудь съест от этого хлеба «дзэсэй», будет жить от «залу» теперь, видите, вот оно тоже самое «дзалу», только тут было причастие от него, а теперь это форма будущего времени изъявительного наклонения, вот «сигма» это образующее будущее времени, будет жить в век. Что у нас получилось, есть хлеб живой, с неба сошедший, если кто съест от этого хлеба, будет жить в веке. «Кай хо артус де, хон эго, досо, хе саксму эстин, хупертестон, косму злэс». «И хлеб, же который я дам, плоть моя есть за…» А вот здесь будьте внимательны в переводе, не перепутайте, где тут какой артикль и падеж. Смотрите, «тес» артикль женского рода с явно соответствующим слову «дзоэс» а потом «ту» артикль соответствующий слову «космос». И между артиклем и словом стоит определение к этому слову. Поэтому слово «космос» это определение к слову «зоэс». Жизнь какая? Мира. Слово «зоэс» здесь главное. Видите, за что? За жизнь мира. Ну, если как-то пословно переводить «за мира жизни», да, вы «за мира жизни» переведете, но вот будьте внимательны, поймите, что к чему здесь относится, чтобы перевести корректно. Следующая порция «эмахонто» «умпрос аллус хой иудай, легунтэс пус дунатай хутус хамин дунай тен сарка аутэфагейн». Итак, спорили друг с другом иудеи говоря, причастие от глагола лего, видите, суффикс нт, причастный, перевели говоря, потому что именительный падеж, множественное число согласуется с подлежащим и артиклей не имеет. Говоря, как может этот нам дать плоть свою есть? Вопрос. Эйпен он аутэсху Иисус. Амен, амен, лего хумин. Ян, мээ фагэте тэн саркатух хуюту антропу кай пиэте аутуту харьма ук эхэте зоэн эн хеутэс. Сказал, итак, сказал им Иисус. Истина, истина, я говорю вам. А ян, если не, понятно, что после ян мы опять ожидаем сослагательное наклонение, и тут же его находим, видите, фагэте, только уже знакомо после ян сослагательное наклонение от эстио, только в данном случае второе множественное. Если вы не будете есть, видите, я перевел в будущем времени, вы не съедите, может быть, тоже так, а почему в будущем времени, потому что общий контекст, он призывает к какому-то будущему, он же обращается к ним, они же еще не едят плоти, плоти, поэтому если вы не будете есть плоти сына человеческого и пить, теперь опять же глагол пино, нам уже знакомо, его ористи, но его остается пи, приращения нет, это сослагательное наклонение, потому что после ян, ну, это знакомое окончание, и пить его кровь, не имеете жизни в себе. Ну, можно и конечно настоящим временем перевести, если вы не едите плоти сына человеческого и не пьете его крови, ну, как факт, потому что орист, не как процесс, не имеете жизни в себе, да, вот, эх, это можно и так позволить перевести. Вообще перевод настоящим, будущим, в совершенном, несовершенном видом, видите, на протяжении всего этого текста мы все время варьируем, почему? Потому что сослагательное наклонение не выражает хронологического времени, потому что орист указывает только на факт действия, а не на его там особенности протекания, и поэтому мы вот потом для окончательного красивого литературного перевода, если нам нужно его будет делать, конечно, должно будем подбирать и взвешивать и вслушаться во все все-все варианты, ну, а на первом этапе нам вот главное понять, да, вот если может быть не съедите плоти, не выпьете крови, не имейте жизни. Одиннадцатая Сочиненное предложение Пой ОМАН, Когол ПОЭЛ со слагательным уклонением безо всяких союзов, безо всего остального, и в первом лице, опять же, уже привычная конструкция, призыв, давайте делать полуэргон, большую работу в языке этом, хин, чтобы, после хина, конечно, тоже будем ожидать сослагательное наклонение гегомета, геномета, корень ген, это глагол геномай становиться, конечно, аористный, да, прекращения никакого нет, так как это сослагательное наклонение и омета, стандартное среднее окончание, чтобы мы стали проповедующими причастие от глагола корусо, это, видите, суффикс, именительный падеж, множественное число, но я перевел проповедующими, они стали проповедуя, потому что, ну, как-то бессмысленный был бы перевод, проповедующими слово Бога, во всякой истине, явно призыв хорошо заняться греческим языком, так, делая, давайте мы будем делать большую работу в языке этом, чтобы мы стали проповедующими слово Бога, во всякой истине. Ну, еще одно сочиненное, ХОТАН БЛЭПСУТА, по идее, МУ, АГАПОНТА, ЛЛУС, ХЭЭМЭ, КАРТИЯ, ХАЙРЕЙ, КАЙХЭ, ЭМЭ, ПСЮХЭ, ПРОСОВЫХЭТАЙ, ТУ, ТУ. ХОТАН, ХОТАН, СОЮЗ, видите, содержащий частицу АН в своем составе, такие после себя обычно требуют сослагательное наклонение. Когда БЛЭПСУ, в данном случае сослагательное наклонение от глагола БЛЭПО, и вот это АУРИСНОЕ сослагательное наклонение, ПС дали ПСИ, СИГМА здесь выглядит как СИГМА здесь вот спрятанно в этой ПСИ, является образующей сослагательное наклонение, да, приращения никакого нет. Вообще сама форма выглядит как форма будущего времени. Ну, мы уже с вами отмечали, да, вот в определенных случаях форма чрезвычайно похожа, или вот как здесь даже совпадают, ну, и по употреблению, это, кстати, родственные, где-то исторически в развитии языка связаны. Когда я увижу детей моих, любящих друг друга, агапонта при части от глагола агапау, видит, и суффикс нт, любящих друг друга, моё сердце хайрейн радуется, и моя душа молится Богу. тринадцатая, тринадцатая, ян, деме, пістылу сосін сой, мэде акусусін, а тес фонест те семейоту прото пістылу сін сой, а тес фонесту семейоту эсхату. Иоанн, сразу же подожмевающий, что нам придётся увидеть сослагательное наклонение, если же не, они не поверят от пістылу аорисное, видите, сигма, сослагательное наклонение, если же они не поверят тебе и не аку сусін от аку опять ещё одно аорисное сослагательное наклонение, они не видят сигма и не послушают голос знамения первого пістылу сусін здесь будущее время от того же глагола пістылу посмотрите насколько похожа форма пістылу основа сигма образующая здесь аористо здесь будущее времени но в сослагательном наклонении аористо это было осін удлинённое соединительное гласное плюс падежное окончание а здесь дифтонг у плюс падежное окончание так что очень похоже но разные формы они поверят теперь уже обычная вторая часть предложения по этому будущее тебе голосу знамения последнего то есть вот первая часть если если же они не поверят тебе и не услышат голос знамения первого они поверят тебе голосу знамения последнего ну какое-то предложение такое эллиптическое кажется что-то пропущено но как есть 14 кай латрилус это экеи теой хетероис эргоис хейрон антропон аксулоис кай литроис хой ук обсунтаи удэме окусусин удэме фогусин и вы будете поклоняться там богам иным делам рук человеческих дереву и деревам и камням которые не увидят обсунтай а будущее время от глагола харау глагол с несколькими корнями поэтому нужно запомнить ну пока у нас все было просто в заявительном наклонении удэме окусусин а вот теперь у нас появляется сослагательное наклонение почему у хоть здесь есть и частица д но все равно обратите внимание у м плюс аорис сослагательного наклонения стандартная конструкция такое категоричнейшее отрицание в греческом языке и точно не услышат у тм опять видите хотя есть частица т но есть у есть м и точно не будут есть и вы будете поклоняться там богам иным делам рук человеческим деревам и камням которые не увидят и точно не услышат и точно не будут есть но здесь такой переход от отрицания просто в будущем времени на отрицание суммы воористи делает отрицанием более категоричным ну речь идет об идолах да и вот про идолах можно сказать они не видят ну да кто же знает да видят или нет уж точно не слышат и точно не едят совсем точно не едят пятнадцатая господа иисуса христа которого кровь за нас дана а теперь у нас слагательное наклонение от глаголов обоума видите безо всяких союзов и всего остального но зато в первом лице давайте бояться давайте бояться да господа иисуса христа которого кровь за нас дана давайте бояться шестнадцатая хосан хэнтон той утон пайдион дэксэтаэ эпито ономатиму эмэ дэхэтаэ кай хосан эмэ дэхэтаэ ук эмэ дэхэтаэ ала тон апустээлантамэ вот опять стандартная конструкция хосан кто кто бы ни всякий кто и конечно потом будет сослагательное наклонение кто одно и теперь смотрите когда после слова один стоит слово в родительном падеже множественном числе это стандартная ситуация один из кого-то и в переводе добавляется предлог из кто одно из таких детей одного из таких детей дэксэтаэ примет видите хосан дэксэтаэ вот у нас нашлось слово сослагательное наклонение мы его уже обсуждали это аурист сослагательное наклонение дэхамай хс дарикси ну и там дальше удлиненное согнутительное гласное окончание и так кто одно из таких детей примет эпиту аноматиму на основании имени моего ну или может быть во имя мое чуть более короткое привычная конструкция ну пусть на основании имени моего меня принимает дэхэтаэ обычно в изъявительном наклонении и кто меня принимает здесь было видите аурист от сослагательного наклонения дэхэтаэ а здесь настоящее время сослагательного наклонения от дэхэтаэ поэтому дэх видите основа хорошо видна ну вот видите соединительное гласное удлиненное меня принимает кто меня принимает не меня принимает изъявительное наклонение но пославшего меня апостэйланта это причастие от глагола апостэо аорисное причастие видите стэйл мы уже обсуждали с вами сегодня этот корень ап приставка превращения причастия конечно тоже никакого нет нт а образующее времени ниса аа потому что сонорный нт причастный суффикс ну и винительный падеж пославшего меня итак кто одно из таких детей примет на основании имени моего меня принимает и кто меня принимает не меня принимает но пославшего меня семнадцатая амен де лего хмин хопуян керухте то евангеліон эис холон тон космон кайхо епоэсен хауте латезетай эис немол су м м а немол сунон аутес прошу прощения истинно же говорю вам хопуян мы с вами обсуждали конструкцию хос ян которая имела значение кто бы ни там всякий кто но в принципе ян вот такое обобщающее значение обобщающее неопределенное значение может преподавать не только относительным местоимением но и другим подобного рода словам в данном случае слову где где бы не где бы не было проповедано кэрухте это страдательный залог аориста сослагательного наклонения потому что после ян мы конечно же ожидаем такой конструкции хопуян глагола кэрусо кэрух ну кэруг у него основа но гамма перед с оглушается и превращается в хи а т стандартный суффикс показывающий что у нас аорист страдательного залога ну и конечно же вот типичное окончание с удлиненной соединительной гласной для сослагательного наклонения где бы ни было проповедано или где будет проповедано если чуть попроще хотите евангелие во всем мире и то что ну или которое ПСН сделало обычное аорист изъявительного наклонения от глагола поэл в виде с сигмой со всем остальным с превращением с сигмой со всем остальным а вот и то что сделало это ну или она ближнее указательное местоимение но у указательных местоимений указательное значение часто ослабляется они работают как аналоги лично то что сделало она латесетай будущее время страдательного залога видите вот это монструозное тесетай окончание тес образующего будущего страдательного залога ну от глагола лэо будет возвещено в память о ней ну память ее да ну как так мы не говорим память о ком то у нас воспоминание о ком то память о ней истинно же говорю вам где бы не было проповедано евангелие во всем мире и то что сделала она будет возвещено в память о ней восемнадцатое яно яно нэээнтээ фонээ перепадумен хос аутус эстинээфоти почему я жизнь фонэээ прочитал форти яно нэээнтээ форти перепадумен хос аутус эстинээфоти кэнан Нэээхамен мэээлэлэнээлэлэлэн кайто Если же во свете мы ходим, Ян требует после себя сослагательного клонения, поэтому перепателу здесь сослагательного клонения. Видите, длинную соединительную гласную. Если же во свете мы ходим, как он есть во свете, Кайнония, общность, ну, иногда часто переводят общение Кайнония, но Кайнония это не... Ну, слово общение часто вызывается в ассоциации с разговором, а греческое общение Кайнония это общность, общность интересов, общность целей, общность действий и так далее. Общность мы имеем друг с другом, и кровь Иисуса, Сына Его, очищает, обычно соязвительное наклонение нас, от всякого греха. Иоанн, если Эйпоман, если, скажем, от ауриста, сослагательного наклонения, от глагола лего, глагол с несколькими корнями, лего, эва, эйпоман и так далее, из-за там сложной истории этого слова, отсутствие перерощения в сослагательном наклонении приводит просто к изменению ударения в данном случае, и всё. Но мы видим Иоанн, мы видим хорошо долгую, синтетную глагол, но мы понимаем, да, сослагательное наклонение. Если скажем, что греха не имеем, себя обманываем, здесь планао глагол, поэтому здесь не сослагательное наклонение, омега это результат стремления, если себя обманываем, у альфа-слитных глаголов, да, вот они формы на сослагательное наклонение похожи, и истина не есть в нас, но истины нет в нас. В целом, если же во свете ходим, как он во свете, общность имеем друг с другом, и кровь Иисуса Сына Его очищает нас от всякого греха, если скажем, что греха не имеем, себя обманываем, и истины нет в нас. Девятнадцатое. Амен логова хумин, хоте укрети уме пилу екту геноматостес ампелу, хростес хемерас екейнос, хутан ауту пину кайнон, энту басилеетру теу. Истинно говорю вам, что уже уме категоричное отрицание, плюс, конечно же, после уме ожидаем вот аориса слагательного наклонения. Точно не, точно не буду пить. Ну, пи, это от пину, пить сослагательное наклонение аориса, никаких приращений нет, есть только корень, нет никакой сигмы, потому что это второй вест, и вот это вот удлиненное свинительное гласное, которое вот, кроме ее, в первом лице, собственно, ее мы только и видим. Точно не буду пить от, ну, так, там, глазы виноградной до тех пор, пока, до дня того, когда, здесь, конечно, немного вот странно, его буду пить новое в царстве божьем. Ну, его вот, как вино, да, вот, которым речь шла раньше. Почему мы перевели его буду пить новое, хотан, видите, ан в составе, значит, мы тоже ожидаем здесь сослагательное наклонение после него, и пино. Пино в данном случае глагол сослагательного наклонения настоящего времени. в первом лице единственное числе вы помните формы изъявительного и сослагательного наклонения совпадают, но мы по хотан понимаем, что должно быть сослагательное наклонение. И поэтому я не перевожу, когда его я пью новое, а учитывая, что сослагательное наклонение не привязанное как аналогически к настоящему времени, хотя это глагол сослагательного наклонения настоящего времени, я могу перевести в будущем. Его я буду пить новое в Царстве Божьем. И интересно, что используется глагол настоящего времени, а не аориста, то есть не просто факт выпивания в Царстве Божьем важен, а вот продолжительность важна, подчеркнут процесс, то есть да, придет Царство Божие, и вот это вот новое вино Иисусом в Царстве Божьем будет питься. Ну и последнее предложение. Апокрите Иисус Ну пока давайте, порция метод длинноватая. Ответил Иисус, Доксасо. А если, видите, сейчас будет сослагательное наклонение Я Доксасо. Доксасо это ауэс сослагательное наклонение от глагола Доксадзо. Видите, Доксад из Сигма съела дельту, поэтому Доксас и окончание О. Очень похоже на будущее времени, правда ли? Мы говорили уже о родстве. Если я прославляю себя или прославлю себя, здесь важен факт прославления, или даже прославил себя, слава моя и ничто есть. Есть отец мой прославляющий меня. От того же глагола Доксадзо причастие настоящего времени. Видите, Хо Доксадзон в определении их слова Отец Хо Патрос Хо Доксадзон Мэ. Он типичнейшее окончание именительной падежи единственное число прославляющее меня. Он которого вы говорите, о котором вы говорите, что Он Бог ваш есть. Кай ук эгнакате аутон эгуде ойда аутон кан эйпо хоти ук ойда аутон эсумай хомориус химон псилстес ала ойда аутон кайтон логон аутон теро. и не знаете его и даже и не познали его это перфект от геноско в виде корень гно суффикс к перфектный э так как не сугруппа согласна в то место удвоения добавляется и вы не познали его не познали и не знаете да вот перфект его какое значение действия прошлом с результатом не познали и не познали его я же знаю его тоже перфект ойда но это всегда перфект кан ну тут тут такой кразис все слило слилось наверное можно перевести и если все а ну остатки а там все равно видны и если я скажу после ан мы ожидаем конечно же сослагательное наклонение ка иян и вот это сослагательное наклонение от лего который во области конечно эйпон и который вот так вот выглядит в первом лице единственном числе и если я скажу что не знаю его я буду по обычное будущее время от эмии подобный вам лжец но я знаю его и слово его соблюдаю обычный глагол настоящего времени ну давайте все вместе ответил иисус если я прославлю себя или прославил себя или прославляю себя да вот как лучше все звучит если я прославляю себя несмотря на то что да это ореш но здесь факт нам важен ну так как все дальше в настоящем времени то приходится в настоящем время впереди если я прославляю себя слава моя ничто есть отец мой прославляющий меня о котором вы говорите что он бог ваш есть и вы не познали его я же знаю его и если я скажу что не знаю его буду подобный вам лжец но я знаю его и слово его храню ну вот так бать я понимаю что некоторые конструкции со слагательными наклонениями в этом уроке были не очень просты и некоторые формы со слагательными наклонениями легко было попутать с какими-то другими формами часто с будущим временем иногда там с обычным настоящим изъявительным наклонениями пару форм было наверное трудновато узнать но в целом при внимательном отношении ко всем деталям со слагательными наклонениями справиться можно. Да, это не очень привычная реальность для нас, в русском языке сослагательное наклонение развито слабо, в греческом развито сильнее, но вот будьте внимательны к частицам КАН, ЕАН, ХОСАН, ХИНА, почти всегда вот какие у нас еще, да, вот ХОПУИАН, ХОТАН, да, вот к таким вот вещам будете, они указывают, сейчас будет сослагательное наклонение и готовят вас к подобной работе. Единственное исключение это вопросы, но опять же сам факт вопроса подсказывает, что у нас все-таки будет необходимость работать с чем сослагательным наклонением возможно, либо вот такие конструкции первого лица, единственного числа, но они очень характерны и, как правило, больших проблем не создают. Так что вот, мы поработали со сослагательным наклонением, да, урок посложнее многих предыдущих, ну что ж, мы уже близимся к концу изучения морфологии греческого языка, и неудивительно, что и со сложными вещами приходится нам иметь дело. Ну а так вот, справляйтесь, учитесь, и все закончится хорошо. Благословений! Субтитры создавал DimaTorzok